Наклонение глагола указывает, как действие, названное глаголом, соотносится с действительностью, то есть происходит ли оно на самом деле или только предположительно. Рассмотрим три глагольные формы «делаю», «делал бы», «делай». Первая форма «делаю» обозначает реальное, уже совершаемое кем-то действие. Вторая форма «делал бы» обозначает предположительно возможное действие, которое могло бы произойти, но не произошло. Третья форма «делай» обозначает предположительно возможное действие, которое еще не произошло. Эти отличия в значениях глаголов делят их на три наклонения — изъявительное, условное, сослагательное и повелительное. Изъявительное наклонение глагола обозначает действие, которое действительно происходило, происходит или произойдет на самом деле. Ребенок ел кашу, ребенок ест кашу, ребенок будет есть кашу. Следовательно, глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам, то есть могут принимать форму настоящего, прошедшего и будущего времени. В прошедшем времени в единственном числе глаголы изъявительного наклонения изменяются по родам. Он рисовал — мужской род, она рисовала — женский род, оно рисовало — средний род. В изъявительном наклонении глаголы изменяются по лицам и числам. Мы читаем первое лицо — множественное число. Ты читаешь второе лицо — единственное число. Он читает третье лицо — единственное число. Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. Спрягаются глаголы только в изъявительном наклонении настоящего и будущего времени. Глаголы в условном наклонении обозначают действие, желаемое или возможное при определенных условиях. Они не изменяются по лицам. Используется только форма прошедшего времени. Спел бы, спела бы, спели бы. Глаголы в повелительном наклонении обозначают такие действия, которые кто-то требует или просит выполнить. Употребляются обычно в форме второго лица, единственного и множественного числа. Не изменяются по временам. Спой, спойте. На конце глагола в повелительном наклонении после мягких согласных и шипящих пишется буква «мягкий знак». «Мягкий знак» сохраняется перед «ся» и «те». «Познакомь», «познакомьте», «познакомься». «Отрежь», «отрежьте». Для того, чтобы определить наклонение, необходимо понимать, как проходит действие и какие грамматические характеристики имеет глагол. Так, глаголы в изъявительном наклонении показывают реальное действие, поэтому это слово будет изменяться по временам. Условное наклонение относится к тем действиям, которые могли бы произойти. Кстати, условное наклонение также называют и сослагательным. Такую форму легко определить в тексте по частице «бы» или «б». Например, «я бы делал уроки, если бы не ленился». Если глагол стоит в повелительном наклонении, то тогда это действие будет совершаться каким-то другим лицом. Категория наклонения дает действию главную оценку, то есть указывает на его реальность или нереальность.